Непосредственно сюда, на Донбасс, в так называемую зону АТО, выехали мы 1 июня 2015 года на передвижном стоматокабинете. Взяли туда комплект оборудования для организации еще одного стоматокабинета для военных стоматологов 81-й бригады. Поехали к ним в штаб ППД, в Дружковку, установили там кабинет для их штатного стоматолога и, понимая, что у него будет очень много работы, на своем передвижном стоматокабинете с врачами, еще постояли там недельку и приняли первый удар пациентов на себя. Как бы идея в этом и состояла, чтобы изначально в этом состояла идея и до сих пор мы от нее не отказались, это все-таки оказать волонтерскую помощь Збройным силам Украины, в частности медицинской службы, в частности службе стоматологии, для того, чтобы они смогли на сегодняшний день оказывать военнослужащим качественную современную стоматологическую помощь. Сложилось чуть по-другому, мы даже не предполагали, с какой кучей проблем мы столкнемся, когда попадем в зону АТО и начнем сами принимать в этом всем участие, то есть насколько это все массово, ну а когда столкнулись с этим, уже ввязались в работу, влезли и бросить это уже не смогли. Почему? Потому что некому было это передать, то есть мы видели огромную нуждаемость и не видели того, кто за нас примет это на себя, это туда. Поэтому так вот получилось, что уже четвертый, третий год мы здесь и занимаемся тем, чем занимаемся и работы у нас меньше не становится, хотя справедливости ради я скажу, что за это время, с пятнадцатого года, если взять и восемнадцатый год, то и военная стоматология поднялась, подросла, вот. В этом нет никакой заслуги нашего государства, Министерства обороны, потому что все оборудование, которое на сегодняшний день есть, в распоряжении военных стоматологов, это все волонтерское оборудование. Все их передвижные стоматокабинеты волонтерские, все стационарные кабинеты, все стоматостановки, все девайсы вот эти, которые окружают стоматоустановки, обеспечивая жизнеспособность, работоспособность этих кабинетов, это все волонтерский ресурс. Первую тысячу пациентов мы там отмечали, праздновали, когда-то у нас тысячный пациент, нифига себе. Тысячному пациенту мы сделали первую желтую блакитную пломбу, не знали как отметить это событие. А потом это стала рутина, следующая тысяча, каждая следующая тысяча пациентов, это уже было, о, еще тысячу пациентов приняли. Еще в шестнадцатом году статистику подбивали более тщательно, то есть сколько было там за полгода, за месяц, сколько было удалено зубов, сколько было пролечено, сколько было запротезировано бойцов. И эту статистику мы подавали и в штаб сектора давали, на конференциях озвучивали. Нашим коллегам, военным стоматологам руководства озвучивали эти цифры. То есть нарисовали такую инфографику, которая явно показывала, что военная стоматология должна быть не только хирургической, не только удалять зубы, которые проблемные, а их надо лечить. Мы давали статистику, что, смотрите, там всего лишь третью часть обращений занял хирургический прием, а все остальное время мы лечили и спасали эти зубы. Вот. Но ничего не произошло, поэтому мы забросили это все дело. То есть, ну, смысл стучаться в двери, которые никогда тебе не открываются. Ну, на сегодняшний день где-то, я так думаю, общая статистика, ну, если так вот, выражающими цифрами, около тридцати тысяч, наверное, пациентов, потому что двадцать восемь тысяч было летом, вот мы считали уже в журнале, там, только здесь, в стационаре, плюс две тысячи пациентов, там, полторы, плюс передвижные стомат-кабинеты, которые имеют свою статистику, там, свои журналы. Вот. Я думаю, что около тридцати тысяч. То есть это не тридцать тысяч вылеченных людей, это тридцать тысяч посещений. Ну, какая нужна помощь? Все прекрасно понимают, сколько стоит прием у стоматолога. Все были у стоматолога, приходили, и это цифры эти, это же, они ниоткуда не взялись. То есть стоматологи предполагают очень много расходных материалов. Плюс, ну, вот мы здесь живем, да, это абсолютно автономно мы здесь находимся, мы не являемся структурным подразделением или какой-то частью чего-то, какого-то организма. Просто тупо обеспечить жизнедеятельность в частном доме, вот люди, кто живут, они тоже все прекрасно это понимают. Просто обеспечить жизнедеятельность, надо, значит, там, моющие средства, нужно накормить всех, нужно. То есть бытовые там, то шурупку какую-то вкрутить надо, то лампочка сгорела, то кран какой-то потек, надо его поехать заменить, там, купить. То есть вот такие вот бытовые нужды, они тоже, как бы, свой ресурс требуют. Поэтому мы уже обсчитывали так, плюс-минус на жизнедеятельность, на бытовые расходы. У нас, в принципе, в месяц уходит, ну, плюс еще топливо для автомобилей, мы осуществляем логистику, либо выезжаем в подразделения на своих передвижных стомат-кабинетах, это тоже какие-то свои затраты. Плюс ротации врачей, плюс посылки надо съездить, забрать, привезти, это все здесь туда 20 километров, туда вроде как фигня, но за день там бум-бум-бум, и 20 литров солярки нету. Вот, это тоже все какие-то расходы несет. Но мы так прикидывали, в среднем где-то в месяц на вот это содержание вот этой вот структуры, скажем так, без расходных материалов, где-то уходит от 15 до 20 тысяч гривен. Вот. Война проявила как лакмус людей, которые самоорганизовались, сделали что-то, и это работает. Потому что если брать по интеграции в саму систему государственной структуры управления, то мы противозаконны. У нас нет лицензии, нам никто ее не выдавал, санэпидстанция не приезжала, не проверяла там соответствие помещения, там. Все такое. Понятно, что здесь упрощенные условия, здесь война, здесь как бы работают другие механизмы. И здесь вот так falou с прошлым лакмусами, здесь как бы Rutten Кютеры. Рeu, верила лицензии. Адрата говорит себе, что искусственный полосу. Поob, гдеlight имеющийся тормози, здесь. Ждем, пос 순간, приехать за куриная правильно? Продолжение следует...